В июле 1943 года немецкая армия начала свое последнее масштабное наступление на Советский Союз. Битву на Курской дуге, которая длилась с 5 июля по 23 августа, принято считать одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. После нее началось тотальное отступление нацистских захватчиков. В Химках помнят и чтят подвиг героев. В микрорайоне Сходнего дворе многоквартирного дома артисты для жителей подготовили литературно-музыкальную композицию под названием «Насмерть». Открыл концерт лидер движения общественной поддержки Химки «Интересно жить» Александр Якушин. В Химках около ста ветеранов, которые принимали участие в настоящее участие в боевых действиях, они еще живы. И пусть они дольше живут, мы о них помним, любим и воздаем, дали уважение тем, кто пал на полях в сражении. В концерте приняли участие воспитанники детской школы искусств и ученики студии современного вокала «Открытые сердца». Они исполнили для жителей песни и стихотворения о Великой войне. Особенным гостем программы стал участник боевых действий в горячих точках Павел Легонький. Он зачитал рассказ Алексея Ивакина «Нерв». Я крепость, я крепость, веду бой. Я крепость, веду бой. Молоденький парнишка с сухими губами касается микрофона. Я крепость, его никто не слышит. Армия, которая отступает в Минску, бойцы, которые стреляют из окон, командир, которому перевязывают голову. Никто не слышит. Химчане поддерживали артистов аплодисментами, напевали песни и танцевали под знакомые сердцу мотивы. Стоит отметить, что такие концерты на регулярной основе проводятся в рамках программы «Герои Химок». Они проходят во дворах, парках и скверах города. В них может принять участие любой желающий и почтить память тех, кто отдал жизнь, защищая Родину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова